По логике, если управляющая компания банкротится, она должна уведомить жильцов обслуживаемых домов. Но одна управляющая компания, которая полностью устраивала жильцов дома номер 3 по улице Академика Жука, не предупредив никого, ушла с рынка. И дальше, в июне прошлого года, у людей начались проблемы. Стали приходить двойные счета за ремонт и сооружение. При обращении в эту компанию на нас не обращали никакого внимания и мотивировали тем, что они выиграли этот тендер и они полноправные посылать эти квитанции. В этих квитанциях счета увеличились в два раза, а работы они практически полностью перестали выполнять. Даже заявки не регистрировались, так как у них даже таких журналов нет. И юрист нагло заявлял, я для этого сижу, чтобы выбивать из вас деньги. Если не будете платить, мы на вас будем посылать этих, как их называют, нет, не приставов, а коллекторов. Да, даже коллекторами угрожал. Вот, и вот до сих пор все это идет волокита. С несговорчивыми жильцами управляющая компания ЖЭК предпочла бороться с помощью устрашения. В ноябре месяце я получаю уже пенсию, никакого извещения, никакого предупреждения, не вызова. Я получаю пенсию на 3 тысячи меньше положенного. На вопрос, что случилось, мне объявляют, чтобы я пошла в пенсионный фонд и узнала, что случилось. Там мне объясняют, что меня сняли за должность, за ЖКХ. Но я объясняю потом у приставов уже, что никаких долгов у меня нет по квартире, я плачу своевременно, так как заключен договор с вектором 3 по ремонту и зданий сооружения. А вот этот ЖЭК мы никто из жителей даже не знали. С нами никакого договора не заключали. Проще говоря, в период безвременья, пока одна управляющая компания банкротилась, а жильцы обслуживаемых ею домов не знали об этом, этим самым домам назначили новую управляющую, которая выставляла завышенные счета и вообще творила, что хотела. При этом в течение года жильцы дома не могут сами выбрать себе новую управляющую компанию, так как действующая назначена в ходе тендера. Но жильцам дома номер 3 и нескольких ближайших по улице Академика Жука этого никто не объяснил, поэтому они сами заключили договор еще с одной управляющей компанией, которую выбрали сами. Отсюда и двойные платежки. То, что был объявлен конкурсом, вот я даже в векторе спрашивала, они никто даже не знали. Как они говорят на правах, они выиграли тендер. Но как такового тендера там и не было. Просто втихаря кто-то выиграл. И вот таким образом, буквально через 3 месяца мы стали уже платить, не платить, вернее, мы отказывались платить, а стали приходить двойные квитанции. На эту проблему отреагировали молодогвардейцы. По словам жителей, управляющая компания ООО «ЖЭК» не выполняет своих обязательств, хотя берет оплату в 3 раза больше, чем та управляющая компания, которая выполняет свои обязательства «ЖЭК-3». Однако в сентябре 2016 года ООО «ЖЭК» подали заявление в суд на жительницу академика «ЖУК-3» с целью взыскать за нее задолженности по оплате за услуги коммунального ремонта. Решили привлечь внимание к этой проблеме общественности с помощью пикета. Мы подали 26 января 2017 года уведомление о проведении пикета. И произошла утечка информации. Руководство управляющей компании узнали, что мы будем проводить у их дверей пикеты. Сам директор приехал из Саратова, общался с жителями и сказал жителям, что не надо не выходить на какие пикеты, не надо высказывать свое недовольство, а с 1 февраля 2017 года вам будут уже приходить платежки, где вы ничего не должны. То есть, каким образом тогда управляющая компания оказывала свои услуги, если она спокойно отказывается от тех денег, которые им должны местные жители. Значит, там какие-то юридические есть нарушения. Старший по дому подтвердил информацию, что встреча с руководителем Саратовской управляющей компанией было... Встречались с представителем, с самим начальником ЖЭК Ванин Александр. Не собрание, а встречу было жильцу вместе с ним. Он обещал нам все долги списать на ноль и тариф поставить 8 рублей. Вот по данному моменту, что я могу сказать. Вчера он принес нам договора новые, но там была ошибка. И он сказал, что переделать сегодня, в ближайшее время, сегодня или завтра раздаст договора. Ну, ему объяснили, что мы оплачивать те тарифы не будем, потому что они ничего не делали. То есть у них даже ни электрика не было, ни сантехника не было ничего. Все это он в курсе. И, извинил, хотел сначала по 3 рубля с нас взять за предыдущие тарифы за прошедшее время. Но мы с Канзами же сами тоже платить вообще не будем. Он сказал, хорошо, я спешил, что нам будет. Я у него спросил, этих оказывается, женщин этих не было. Я спросил, почему вы подавали заявление, ну, как в суд, или как в заявлении, заявление, не знаю. Почему выборочно вы подали эти заявления? Они конкретно на то, на всех жильцов. Они сказали, что это был акт устрашивания. Так вот он и ответил. Я говорю, а деньги свои вернут? Он сказал, нет, не вернут. То есть руководство управляющей компании ЖЭК, по словам жильцов, применило все методы и кнута, и пряника. Сначала стребовало средства жильца через суд, а потом якобы смилостивилось и пообещало всем жильцам прощения долгов. Изначально непонятная ситуация по судебному приказу, скажем так, вынесению, потому что Татьяну Павловну не приглашали ни на судебное заседание. И тут вообще, как это, в этой ситуации надо будет очень серьезно разбираться, потому что мы намерены обратиться и в прокуратуру, не только в нашу городскую, а в областную, потому что управляющая компания ЖЭК относится к Саратову. Те действия, которые произведены были со стороны управляющей компании, на наш взгляд, неправомерные. Более того, эта саратовская компания по всей области забирает под свое крыло такие проблемные дома, как Балаковские клопятники. Эта управляющая компания, она по области забирает такие вот критические дома. Но здесь надо понимать то, что забирая такие дома, во-первых, должны быть жители уведомлены о том, что они теперь обслуживаются управляющей компанией данной. А во-вторых, что не произошло, то есть жители, буквально только на днях приезжал директор, который встречался с жильцами, объяснял. Хотя эти действия должны были проведены, были как раз на стадии заключения договора. Поэтому у вас не возникла такая путаница. Две платежки, две управляющие компании, жители, естественно, не знают, с какой управляющей компанией работать. Тут как бы факт налицо. Но в управляющей компании никаких нарушений со своей стороны не видят. Интересно, когда у человека есть долги, и он в добровольном порядке их не выплачивает, и в законном, установленном законном порядке обращаются в суд, взыскивают его и направляют в службу судебных приставов. Служба судебных приставов исполняет свои обязательства через то, что описывает счет, принадлежащий должнику. И деньги, соответственно, взымаются. Что требует от нас Болотова, что она хочет еще узнать, она была должна. Я воспользуюсь законом, предоставленным мне правом. И, собственно говоря... Но даже если эта компания считает, что сделала все в рамках закона, то каким образом вернут деньги Тамаре Болотовой? Ведь, напомним, руководитель Саратовской ЖЭК встречался с жильцами и обещал простить все долги. А с Болотовой и еще с одной ее коллеги по несчастью средства взысканы через суд. Получается, что кому-то простят, а кому-то нет. Как вы это обоснуете, тарификацию для всех остальных жителей, то есть снижение этих тарифных сеток? Ну, кто кому обещал, тому задавайте вопросы. Я не знаю, с чего вы взяли, кто-то кому-то что-то обещал. Если обещание есть, то оно каким-то образом письменно фиксируется. Если есть такое письменное обещание, то пусть, пожалуйста, она его принесет и покажет. Если письменного обещания не было, лично я ей ничего не обещал. И лично я таких разговоров не вел. Если у нее есть какие-то разговоры с руководством, то, пожалуйста, она может их задать. Поэтому уменьшение тарифа лично по Академике ЖУК-3 я не слышал, чтобы у них было уменьшение тарифа. Разобраться в законности действий всех участников данного сюжета может только надзорный орган. Поэтому интернет-канал «Балаковский репортер» просит считать данный сюжет официальным обращением в прокуратуру города Балакова. Ну а мы со своей стороны обещаем нашим зрителям рассказать, чем закончилась эта история. Продолжение следует...